Я проснулась от того, что почувствовала какой-то запах резины горел или чем-то. Мужа разбудила, говорю, иди посмотри, это с улицы или может у нас что горит. Давай детей всех разбудим, детей возьмем, говорит, и будем выходить. Вот, ну мы уже когда выходили, там уже потолок натяжной плавился, там на детей чуть капало, да, мы их в одеяло завернули, там на одеяло. Вот, вышли вниз, спустились, смотрим уже второй этаж, весь в огне был. Хорошо, что как бы мы вышли, ничего с собой не взяли, ни одежду, ни документы, ничего, только сами вышли детей, да, пятеро детей, еще у брата тоже ребенок был. Ну вот сейчас будут разбирать, потому что, говорит, уже ничего не сделают, там уже трещины пошли в пензоблоках, вот в этих, говорит, восстанавливать нет смысла уже, там металлические шевелера сверху, тоже, говорит, от огня они там погнулись, попортились уже. Ну, нам выделила администрация однокомнатную квартиру, вот уже, как бы, ну, мы еще пока не переехали, там надо мебель какую-то хоть. Ничего не осталось, вот друзья принесли одежду, там знакомые тоже собрали одежду, звонят, тоже приносят, вот. Ну, мы сейчас пока, у нас прям много принесли, пока больше не берем, потому что однокомнатная квартира, говорим, нам некуда просто будет, вот столько много нам всего дали, вот. А этот дом, наверное, снесут, новый хотят, да, восстанавливать, потом этот все уже, ничего с ним, заново строить. Редактор субтитров А.Семкин